ОМТВ ЮЭЙ про Головне Предположительно, французская армия будет консультировать и дообучать украинских летчиков на F-16. Экселленс, миссия Сергей Викторович Лавров, в номер президента ФАСО я обещаю, чтобы они были конференены. Главлошадь МИД РФ Лавров получил от президента Буркина ФАСО орден жеребца. Издание «Московский комсомолец» сообщило, что Сергей Лавров в ходе официального визита в Буркина ФАСО удостоился высшей награды страны ордена жеребца. Эту награду вручают за выдающиеся заслуги в гражданской и военной службе. Отметим, что в Буркина ФАСО нет законной власти. Там правит хунта, которая свергла президента, пообещала выборы, а потом решила их не проводить. Причем президент Кабаре, которого свергла нынешняя хунта, был единственным за всю историю страны, демократически избранным главой государства. До него там тоже правили исключительно диктаторы, совершавшие перевороты. Даже главари африканской военной хунты троллят скрипоносцев. Это Россия! В эти дни в Петербурге проходит Международный экономический форум. Раньше это было действительно важное и крупное событие. Главы разных государств обменивались опытом, изобретениями, заключали сотни соглашений и договоров. Но после начала войны развитые страны отказались участвовать в путинском празднике. И из гостей в этом году только беднейшие диктаторские режимы. Делегации из Боливии, Омана, Зимбабве и, конечно же, террористы из Талибана. Итак, чем же радует зрителей в этом году форум? Вот робот-коммунальщик Евгений рассказывает анекдот про москвичей. Хотите анекдот? Коренные москвичи так сильно любят и гордятся своим городом, что готовы весь год жить на уютных дачах в комфортном Подмосковье. АвтоВАЗ представил новые автомобили «Ладу Искра», из чьих деталей сделан этот шедевр, не рассказали. И еще одно изобретение, представленное на форуме – родословное древо Путина. Как выяснилось, род Путиных берет свое начало от бесфамильного Никиты из Тверской области. Что примечательно, ни жены Путина, ни его дочерей на этом древе нет. Зато они активно принимают участие в самом форуме в качестве выступающих. Катерина Тихонова расскажет о роли оборонно-промышленного комплекса в развитии технологического суверенитета страны, а Мария Воронцова участвует в сессии по биотехнологиям. А вот еще один красивый стенд от Белгородской области стоимостью 13 миллионов рублей. Пока на восстановление региона после обстрелов не хватает денег, гости на форуме дегустируют клубнику. Стенд должен показать гостям привлекательность региона и убедить их инвестировать в область. Безопаснее места для инвестиций, конечно, не найдешь. На спортивные хобби Рамзана Кадырова в 2023 году бюджет Чечни потратил около 6 миллиардов рублей. Почти 5 миллиардов было потрачено на конно-спортивный клуб «Ахмат». 650 миллионов было выделено футбольному клубу «Ахмат» и 100 миллионов бойцовскому клубу. Как вы уже догадались, он тоже называется «Ахмат». Эти данные подсчитала верстка. 6 миллиардов – это много или мало? Например, это больше, чем все расходы региона на здравоохранение за этот же год. Мне кажется, тут комментарий излишний. В Красноярском крае заключенные будут строить беседку с камином в резиденции губернатора. Она расположена в элитном поселке Сосны. С заказчиком выступает управделами губернатора, а исполнителем работ – ИК-17. Эта колония известна своими пытками. О них рассказывали бывшие заключенные и даже появлялись видео в сети. В таких условиях труд заключенных не назовешь иначе как рабским. Разумеется, это не останавливает единоросса Михаила Катюкова. Псковский губернатор Михаил Ведерников отказался назвать адреса бомбоубежищ, потому что это якобы секретная информация. Обращения стали поступать после того, как регион был атакован дронами. Депутат от «Яблока» Артур Гайдук направил губернатору обращение и получил вот такой ответ. В партии слишком много иноагентов, и поэтому ответа по существу не будет, иначе это будет использовано врагами России в военных целях. И, кажется, губернатор совсем не думает, что в случае опасности убежища нужны в первую очередь для безопасности жителей Псковской области. И этим жителям неплохо бы знать, куда бежать. И еще одна сумасшедшая новость из Псковской области. Там глава фракции единороссов Армен Манацаканян заявил, что в области сидят враги, и нужно их всех убивать. Потому что, еще раз говорю, мы живем непростое время, и, как Михаил говорил, и мы говорим, и наш президент только делами будем доказывать. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное. Вообще этот поиск иноагентов и врагов доходит до абсурда. В Воронеже иноагентом объявили японского писателя Юкоя Миссиму. Правда, сделал это пока не Минюст, а книжный магазин. Там мне книги писателя нанесли соответствующие пометки. Их не смутило ни что Миссима Японец, ни что он умер 54 года назад. Возможно, повод для маркировки то, что книги переводил Борис Акунин, которого в российские власти объявили иноагентом, и террористом. Что не менее абсурдное, чем маркировка книг японского писателя. Священник Игорь Сельченков нашел способ быстро закончить войну и избежать ядерного апокалипсиса. Оказывается, нужно дружно всем покаяться и помолиться Владимирской иконе Божьей Матери. Чтобы победить в этой гражданской войне, и чтобы не было ядерного апокалипсиса в нашем поколении, надо просто нам всем покаяться. Хотя это не просто, это сложно. Надо вернуться в церковь. Другого варианта нет. Но вообще-то есть другой вариант. Например, вывезти войска с оккупированных территорий, вернуть мобилизованных солдат их семьям, перестать угрожать всем подряд и размахивать ядерным оружием. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022. Это попытка ее прекратить. Шесть месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За шесть месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии БС-оприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу. Начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается, то, что вы получаете себе на телефон смс, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Телеграм, потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Официально Байден дал согласие встрече с главой Пентагона Остином, который подтвердил, что эскалации с Россией быть. США не передумают и продолжат наносить удары своим оружием по России. Противник понимает, насколько важно ему удерживать час Афьяр, поэтому будет цепляться за него, скажем так, до упора. Какого-то блицкрига ждать здесь не следует. Будет идти долгая боевая работа, проламывание укрепов, медленная. ОМТВЮЕЙ про Головне. В 2014 году, когда Америка напала на Украину, Россия приняла всех вас. Тут же вся эта цепсошная херня пошла. Им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действуют психотропные вещества. Владимир Зеленский согласился передать Варшаве западные территории Украины. Президент, наркоман Зеленский, виновен в гибели украинского народа. Я спрашиваю Зеленского, который ночью, когда все мирно спали, напал на Россию. Первый начал обстрел. Я с большим интересом увидел фейк. Вот, пожалуйста. Шоумен, который оказался в кресле президента Украины, ничего кроме самопиара не производит. ВСУ, киевский режим, пал. Военно-политическое руководство покинуло территорию Украины. Президент Зеленский сбежал. Честно признаюсь, что фейки пошли очень высокого уровня. Кипрская халтура российской разведки. Путинская машина пропаганды все еще работает, удовлетворяя запросы самого непритязательного обывателя. Продолжает воспроизводиться на практике геббельсовская схема. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Канал «Россия-24» украл видео с нашей съемочной площадки, и они это выдали за фейки из «Буча». Они также инсценировали «Буча». Они также инсценировали в свое время удар якобы российской ракеты по вокзалу в Краматорске. Сформировался обширный набор искаженных установок, которые бесчетное количество раз повторяются для поддержания в российском обществе культа ненависти, лицемерия, зацикленности на наиболее низменных составляющих людской сущности. Мальчика на доске объявления распялый. Это я лично своими глазами видела. Я обвиняю западные средства массовой информации, и прежде всего американские, не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии преступления в городе «Буча». Это фейк, это бред. Но вы же сами периодически велись на фейке. И я помню ваш твит, точнее ретвит, хоть с какой-то картинкой, где лысые мужики со спины татуированы, и вот с кем воюет Россия. А потом оказалось, что это вообще заключенные Сальвадора из какого-то хрен знает какого года. Да, я тоже ввелся, и может еще не раз поведусь, потому что так это ловко сделано все. У них 85 полов вместо мужского и женского. У них публичные дома для зоофилов. Они узаконили педофилию. Прекратите вы это, вот не доводите меня до греха, но прекратите вы разгонять эту дичь про украинских танкистов с заваренными люками. Мы все только за то, чтобы война прекратилась. Поэтому 24 февраля началась военная операция. Наши бойцы, освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме коммерческие документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Один из плательщиков была компания Кока-Кола. Россиянину в итоге можно втюхать практически любой бред. От потерь нет, до мой гроб еще шумит в лесу. Все в зависимости от контекста. И корова, говорит, она мне как слышала. Корова плакала. Что хоть скажет? Прости, господи, не ведаю, что творят. Вот до чего эти твари дошли. Однако работа на невзыскательную публику породила отупение и самих манипуляторов, и творцов пропагандистского продукта, который становится совершенно низкопробным, монтируется неумело и топорно. Особенно это заметно на примере информационно-пропагандистских акций за рубежом. Распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. Украина напала на российские земли. Можно узнать, какого числа и где? Какими силами? Начиная с 24 февраля 2022 года. Вся система операций влияния российских спецслужб стремительно деградирует, превращаясь в дискредитационное портфолио для самих планировщиков и организаторов информационной войны. А вы помните, как вы вместе с Гитлером напали на Россию? Вы это помните? Или вам это нужно? А вы в курсе, да, что Гитлер по национальности в Украине забыли, да? Может быть фейк. Какой фейк? Слушай, это правда? Ни для кого не секрет. В условиях полномасштабного вторжения в Украину, одной из наиболее значимых мишеней путинских информационных террористов, выступает высшее политическое руководство борющейся страны. Тем временем появилась информация о том, что произошло с главой военной разведки Украины Кириллом Будановым, который перестал появляться на публике с 29 мая. Хотелся и сидеть, как говорится, на запрещенных препаратах давным-давно, чуть ли не, я думаю, не с курсантских ли лет. Все, собственно, обезображено сейчас всем тем, о чем вы говорите, это лицо Зеленского. Да, логика понятна. В Кремле спущена задача реализовать максимум мер для разрушения имиджа украинского президента Зеленского, главы правительства и членов кабинета военного командования. Методы стары, как мир, придумать и разогнать сообщения и истории, которые внесут клин между украинскими властями и народом. О продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Он употреблял наркотики. Свежим примером подобной операции выступает эпизод с кипрской гостиницей Зеленского. История довольно тухлая, особенно на фоне достоверных данных о дворцах Путина за казенные деньги. И это проблема. Как-то резиденция в Геленджике стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Роскошный образ жизни ФСБшного царя табу, а вот помои про других всегда пожалуйста. Домик под Геленджиком стоимостью более 100 миллиардов рублей и площадью с небольшую европейскую страну не мой. Суть Чернухи против Зеленского сводится к тому, что он якобы приобрел отель на севере Кипра в городке Кирения. В одном единственном источнике ОДА-ТВ вышло сообщение. Дескать, фирма Film Heritage Inc. в мае 2024 года приобрела отель по цене в 150 миллионов долларов. Российские чекисты планировали. Подобная информация выполнит роль информационной бомбы, но на деле сами сели в калошу. Думающие люди, аналитики, те, кто занимаются реальной политикой, ну просто умные люди, прекрасно понимают, что это фейк. Базовый факт-чекинг позволяет установить источник сенсации, является дискредитированным. На сайте ОДА-ТВ многократно выходили заказные публикации в интересах Кремля. Ресурс имеет реноме московской помойки. Не выдерживает проверки сам вброса о смене собственности трехзвездочного отеля Вьюни Палас, которым, как и ранее, владеют представители турко-киприотов из фирмы Оскар. То, что с подачи россиян подается, как приобретение отеля фирмой Film Heritage Inc, по признаниям самих местных, названо совпадением, ведь одноименная локальная фирма владеет здесь казино. На одной хлипкой псевдопривязке фирмы Тезки Film Heritage Inc к супруге украинского президента россияне разогнали ИПСО, которое должна была подорвать доверие к украинскому руководству не только внутри страны, но и у кипрских партнеров. Практически молниеносное разоблачение фейка российских спецслужб наносит им серьезный удар. Поражает не только прямолинейность работы российских инфозлодеев, которые уже и в подметке не годятся их предшественникам времен Шибаршина, но и их выстрел себе в ногу. Вы берете цепсошную ложь, бросаете ее в сеть, после чего начинаете ее раскручивать. Провалы таких кейсов, как Кипрский отель, вносят недоверие ко всему будущему контенту подобного рода на треке дискредитации Украины. Бросается в глаза расточительное использование бюджетных ресурсов на раскрутку заведомо провальных операций влияния. Распиливание силовиками космических бюджетов негативно сказывается на самом качестве проводимых ИПСО, ведь если генералы российской разведки санкционировали операции влияния на Кипре, которая является откровенной халтурой, то и большинство прочих мероприятий могут иметь сходный пошиб. Все бы хорошо, но это ложь. Но до истины, конечно, никто не докопается. Свято верят силовики с большими звездами и их преступные подручные помельче. Вот так. История одной цепсошной операции. Украинские войска совместно с западными военными специалистами, читай, западными кадровыми военными НАТО, начали атаковать Белгородскую область с применением американской РСЗО «Хаймерс». Радиус целей, который ВСО теперь могут поражать с помощью «Хаймерсов», выглядит так. Белгород, обратите внимание, в этот радиус попадает целиком. А еще в Алуйке, Волоконовка и Уразово. Официально Байден дал согласие на удары по России только американскими РСЗО «Хаймерс». Но суть и дело это, естественно, не меняет. Сегодня «Хаймерс», завтра «ГЛСДБ», послезавтра «Атакамс» с дальностью 300 километров, а там ограничения снимут с американских истребителей F-16, которые летом появятся на Украине.